Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И раздавать люлей на БГ, нажимая две кнопки Кто-то за возможность почувствовать себя героем совершенно другого, сказочного мира Кстати, я не понимаю даунов, которые создают себе хуманов Вы чё, долбоёбы? Вам подарили возможность стать двуногой коровой Сексуальной хвостатой бабой с акцентом или просто гомосеком А вы из десяти рас выбираете ту, которую вы имеете в реальной жизни Ну а кто-то любит Вовку за её ПВЕ-контент В игре присутствует огромное количество как рейдовых, так и групповых подземелий В каждом из которых есть боссы с индивидуальной тактикой для каждого из них В этом видео я покажу вам топ-5 самых интересных рейдов в ОТЛК Пятое место Рубиновое святилище Или просто Эреска Этот рейд появился в игре самым последним И является связующим звеном в сюжете между ВОТЛК и Катаклизмом В нём вам предстоит защитить рубиновое святилище драконов От нападения других драконов И убить одного из главных плохих драконов Который окажется всего лишь пешкой в лапах другого дракона Но это так, вкратце Соответственно, раз рейд вышел позже ЦЛК То и шмотки там падают лучше, чем в ЦЛК А также в ИРСКе падают всеми любимые трени, чешуи Или в простонародье чешки Расположил я его на пятом месте Потому что из всего топа это самый унылый рейд В нём всего лишь 4 босса Трое из которых не дропают шмота Однако требуется наблюдение тактики Хоть и не такой сложной, но всё же Более того, Холион 25 в обычном режиме легче того же рича в обычном режиме Хотя в геройке всё наоборот Но дойти до него легче и быстрее, чем в том же ЦЛК Поэтому можно потратить больше времени на попытки убить Ласта С визуальной точки зрения рейд выглядит, мягко говоря, обоссанно Так как действие происходит в одной локации, то и выглядит всё однообразно Единственное разнообразие наступает, когда рейд прыгает во тьму В которой всего лишь меняется фильтр на камере В общем, пятое место и идём дальше Четвёртое место Испытание крестоносца Вообще идея крута Сделать колизей, в котором герои тренируются к сватке с Личом Сделать необычный бой с чемпионами противоположной фракции с закосом под ПВП И даже сделать неожиданный поворот в сюжете перед финальным боссом Крутота Ик является очень популярным рейдом Несмотря на то, что он вышел до ЦЛК и РС, к ним всё же падают бисовые тринки для парочки классов И плащицы, которые нужно очень сильно рвать жопу Ну а также там падает маунт, на которого всем попы Конечно, из-за того, что бои почти со всеми боссами происходят в одном помещении Разнообразие декораций оставляет желать лучшего Поэтому Ик получает четвёртое место в моём топе Третье место Накс Рамос Парящий некрополь Лича Килтузада Крайне доставляет своим делением на кварталы Это создаёт нелинейность прохождения рейда И можно начать с любого из них А на пиратке можно даже начать с последних двух боссов лоу Конечно, в ВОТЛК Накс получился совсем не хардкорным Как во времена Ванилы Когда Накс был жоповзрывательным рейдом Для самых отъявленных задротов ноу-лайферов В 3.3.5 он проносится ребятами в Овергире даже без тактик и считается устаревшим инстом Но специально для любителей некрофилии разрабы подвезли множество ачивок И звания неумирающие и бессмертные, о которых мечтает любой козывальщик вроде меня Визуально он выглядит поинтереснее двух предыдущих рейдов Ибо каждый квартал имеет собственную стилистику Так, например, в квартале мерзости повсюду течет слизь и кислота А в паучьем квартале, как ни странно, много паутины и яиц Стоит отметить, что ленивые близыни захотели перерисовывать модельки и текстурки в подземелье И поэтому выглядит оно не сильно свежо Что, однако, не мешает ему выглядеть круто и стильно Второе место Цитадель Ледяной Короны На самом деле, когда я только начинал писать текст для выпуска Я планировал поставить ЦЛК на четвертое место Однако, когда мы с гильдией пошли туда на РТ И я записал видосики оттуда Я обратил внимание на многие мелочи, которые я раньше не замечал Мою нелюбовь к ЦЛК можно объяснить тем, что она меня просто заебала И когда я слышу цитадель Ледяной Короны, я представляю себе дефолтный синий коридор с узорами в форме черепов на полу и факелов с синим пламенем на стенах Но все же кварталы в ЦЛК имеют визуальное различие Пусть и не такие явные, как в том же Наксе или в рейде, который занял первое место в этом топе Но они есть Стильная площадка для боя с кличом выглядит очень эпично, как раз для финального файта с последним боссом А красно-фиолетовая гамма в багровом зале это вообще топчик Сами битвы с боссами тоже не уступают поинтересности Вам предстоит сражаться с костяным уёбком, воевать с летающим кораблем противоположной фракции Ловить пельмени на профи, становиться вампиром и даже хилить зелёного дракона Но рано или поздно даже это заебывает Так как при средней задрачиваемости вовк вы будете ходить туда два раза в неделю Собственно поэтому я ставлю этот рейд на второе место этого топа Но перед тем как огласить нашего победителя, давайте вспомним какие рейды вошли в наш топ Итак, пятое место... Ладно, забейте, не будем эту хуйню и страдать Первое место Ульдуар Если рая нет, то что тогда это? Стоит ли говорить, что от одной мысли о бульдуаре у меня начинают течь слюни, а кожа покрывается мурашками В ульде идеально почти всё, это просто рай для казуала Абсолютно все боссы уникальны, а на некоторых даже есть разные тактики, от которых зависит лутс босса Просто неимоверный океан ачивок, выполнять которые одно удовольствие Награду вы получите чётенького маунта и пиздатые звания Более того, в ульдуаре собирается первое легендарное оружие на ваталка Волонир Что мотивирует разносить этот инст в 25 тел Стоит сказать, что ульдуар незаслуженно забыт рейдерами Некоторые игроки, играющие ваталка годами, даже ни разу не были в этом инсте Это произошло потому, что метелица в патче 3.2.0 вела баджи, эмблему триумфа Которая также распространялась на поиск подземелий и необходимость поэтапного прохождения контента отпала Игроки одевались в шмот с репой и фармили эмблемки в герах После чего проносили их и шли в ЦЛК, пропуская Наград и Ульдуар Остаётся лишь надеяться, что игроки, уже понемногу одевшиеся в ЦЛК, станут ходить в Ульдуар за ачивками и трансмутом Но нет Лучше создать ещё одного твина и одевать в ЦЛК его Это же так охуенно Визуально Ульдуар выглядит ну очень фапабельно На первом этаже глаз радует постройке в стиле неоклассизма, исполненные в камне и бронзе Портал Мимирона очень сильно косит под стимпанк И даже оранжерея Фрея идеально вписывается в стиль ульды Ну а провал безумия с хатой Йоксорона выглядит настолько фапабельно, что пройти там и не оценить высоту графона просто нереально В общем ставлю Ульдуару 10 огненных левиафанов из 10 и отправляю его на первое место топа Вот и второй выпуск веповых будней подошёл к концу Весь этот топ сугубо моё личное авторитетное мнение и оно может не совпадать с вашим Но мне похуй Всего доброго, друзья! Продолжение следует... Продолжение следует...